Привет, с вами Озон 666, настоящий Озон, расщепленный, а не поганый гад, который остался гнить на этой земле. Чтобы мы над ним издевались, так же как он над другими людьми. Итак, мы обозреваем сегодня игру Medal of Honor 2009 года. Сразу скажу, что это хорошая игра, а кто ее так не читает, или как-то эту игру оскобляет, он ее просто не играл. Вот посмотрел несколько роликов, или запустил начало, и я не думаю, что вообще найдутся люди, которые прошли на нормальном компьютере, на нормальном геймпаде, и скажут, что игра действительно плохая. Можно сказать, что она хуже, чем Modern Warfare, тем, что может сюжет не такой закрученный, там вообще такой нереалистичный. Ну, да, играть лучше на геймпаде Xbox 360, потому что эта игра, она специально под него сделана, и просто приятно играть, когда на геймпаде играешь. Там и вибрации, и отдачи, все четко целится, очень удобно, даже не знаю, как они так сделали, и в голову, и куда угодно. Просто, если в игре приятно стрелять из оружия, если неприятно убивать людей или врагов, то эту по-любому игра плохой не может быть. Единственный минус игры, что она короткая. Я вот начал играть в нее в 9 часов утра, а закончил уже в 2 часа и прошел. Игра просто офигенная, там, сначала вообще это было полное говно, вот, когда я услышал, что выйдет Modern Warfare, я даже бета-версию скачал раннюю, самую, онлайновую. Такое говно бы, я думаю, вообще просто, бред, зачем мы это сделали? Но, когда вышла игра, она сразу мне понравилась, так, потому что свою реалистичность взяла. Я вообще раньше не слышал, что в Афганистане, например, они переодеваются в талибов, все американцы, спецпределения, и даже бороды отращивают. Хотя это было логично, конечно, предположить. Ну, тут вообще реально все, вот эти миссии, они шикарны, например, вот, когда снайперской винтовки, 2-километровой, которая стреляет на 2 километра, разрываешь просто людей вообще на части, вообще, тут, тут сюда даже чеченцев добавили, вот, вообще, это, я не знаю, как они додумались, ну, получилось очень круто, типа, такой спецназ чеченский, такой, вообще, головорезы, такие, вообще, типа, это талибы такие, нахуй, просто чурки тупые, а чеченцы такие, нахуй, всех выносят, такие, спецназ такой, вообще, супер. Ну, так все сделано, вот, целится удобно, все. Мультиплеер тут сделан вообще отдельно, сделан на другом движке, а сама игра, кстати, она в 3D очках, она не работает, в принципе, она плохо работает, глючит, сделан она на другом движке, например, он джинный, и он не работает почему-то, синглплеерный, а мультиплеер шикарно работает в 3D, ну, все, вообще, просто, одна из лучших игр, которая в 3D из шутеров работает, то есть, гораздо лучше Modern Warfare, ощущение просто реальности там полное, да, советую всем купить 3D монитор, 3D очки, это очень круто, обдувовцы плохого не посоветуют, вот, и игра берет своей реалистичностью, графика, она достаточно, чтобы реализм передать так, ну, то есть, не в смысле реализма, а фильмный реализм, как будто какой-то фильм, и геймплей максимально вот при... блядь, приблизен, насколько это можно, понятно, что реалистичную игру нельзя сделать никогда, и если ее даже сделать, попробовать сделать, это будет как арма или флешпоинт, которые не очень интересны и нудно играть, и очень сложная она будет, хотя флешпоинт, она крутая была игра, я ее прошел много раз, и арма вот эта не понравилась мне 2 совсем, потому что она какая-то короткая, вообще, просто, ни о чем, тормознутая, игра очень быстро работает, не тормозит, сначала я прошел на Xbox, нет, нет, я ее скачал сначала на Xbox, ну, когда начал, один уровень прошел, а потом уже на компе запустил, и уже с максимальным настройками играл на геймпаде на компе, поэтому люди, которые вышли в плохой игре, просто не играли в нее, по мне она намного даже лучше, чем Modern Warfare и 1 и 2, почему, потому что из оружия приятнее стрелять, приятнее врагов убивать, тебя никто не достает, в тебя тысяча гранат не летит, но одновременно тебя достаточно быстро убивают, если ты не будешь осторожным, то есть, все просто супер сделано, единственный минус, еще повторюсь, она короткая, да, то есть, геймплей в игре бы я оценивал бы на 9, даже и 5 баллов, графику на 8, звук тоже на 8, на 9, потому что все шикарно сделано, и взрывы реалистичны, и даже оружие реалистично стреляет, по звуку даже, не как Modern Warfare, и мультиплеер такой вот, что от него поливать неохота, от аркадности, как Modern Warfare, вот Modern Warfare, он поиграешь и просто бесит, он хоть этот сраный какой-то Counter-Strike с респамом, а там-то такого нету, как бы, тут все равно какое-то ощущение такое, то есть, оружие, это дроповик, например, он на части людей разрывает, как бы, даже лучше это происходит, чем в Call of Duty World of War, это единственная игра Modern Warfare, которая разрывала на части людей конечности, но тут нам гораздо лучше, тут голову им прямо разносят, да, миссия на вертолете просто шикарная, она списана вот с этих вот кадров, с ютуба, где этих вот талибов там расстреливают террористов, вот наблюдают, наблюдают, а потом там бомбят, бум, все это так здорово выглядит, как по-настоящему, и графика тоже реалистичная, там даже вот ночью, вот когда уровень там сделано нормально, там одновременно и не видно ничего ночью, и видно, как бы, и нужно использовать приборы, с ним лучше становится, если, например, флешпоинт вот взять, вот, Dragon Rising, то там сделано так, что как будто белые ночи, и там и не нужен прибор ночного видения, а тут одновременно как бы и видно, но с прибором еще лучше становится видно, то есть тут все так продумано, конкретно, повторяющихся миссий нету, как бы, и так показано, реально, типа, как будто воюют, так, типа, вообще.